здравствуйте друзья с вами на связи снова татьяна прокопенко и в этом уроке я вам расскажу где и как бесплатно скачать музыку из интернета но сначала определимся куда мы будем скачивать нашу музыку в одном из предыдущих уроков у нас была создана папка академия 3s team добавим в эту папку еще одну папку и назовем ее музыка нажимаем левой кнопкой мыши на кнопочку новая папка вписываем в окошко название нашей папки музыка нажимаем enter и у нас появилась папка музыка в которую мы будем сохранять наши аудио файлы теперь мы можем зайти в любой поисковик в google или в яндекс у меня сейчас открыт поисковик яндекс и в поисковой строке пишем скачать музыку бесплатно или мы можем написать также скачать mp3 бесплатно mp3 это формат музыкального файла нажимаем найти и яндекс нам предлагает множество сайтов на которых можно бесплатно скачать музыку выбираем любой из них ну вот например этот открываем его все сайты для скачивания музыки могут выглядеть по-разному но у них есть один общий принцип обычно на первой странице вам предлагают музыкальные композиции которые являются самыми популярными и скачиваемыми вы можете выбрать из них то что вам нравится и скачать а можете в поисковой строке она обычно расположена вверху набрать название конкретного исполнителя и название конкретной композиции если вы хотите скачать какую-то определенную музыку я вам сейчас покажу как это сделать ставим курсор в поисковую строку и набираем здесь имя и фамилию исполнителя композицию которого мы хотим скачать например я хочу скачать композицию виктора зенчука я набираюсь виктор зенчук если вы ищете какую-то конкретную композицию то рядом с именем исполнителя можете написать название этой композиции я не буду этого делать я покажу вам как выбрать из множества композиции ту которая вам нужна нажимаете найти вы видите что у нас открылось окошко в котором собраны все возможные для скачивания композиции этого исполнителя вы можете просмотреть название композиции выбрать то что вам нужно и здесь опять-таки на всех сайтах есть один повторяющийся принцип вы можете сразу скачать композицию нажав на ссылку скачать а можете предварительно прослушать композицию для того чтобы оценить ее качество и проверить то ли это то что вы хотите возьмем например выберем любую композицию например вот эту и нажмем на прослушивание у у нас открылась страничка здесь мы видим название композиции возможность скачать ее сразу и возможность прослушать мы нажимаем на воспроизведение прослушиваем кусочек этой композиции если это то что нам нужно мы можем нажать скачать mp3 бесплатно нажимаем левой кнопкой мыши на эту ссылку здесь тоже могут быть разные варианты после того как вы нажали на скачивание может сразу открыться окно где вам нужно сохранить файл а может открыться дополнительное окошко как здесь у меня с еще одной кнопочкой скачать файл нажмем на эту кнопку скачать файл следующем окне появилась ссылка по которой можно скачать файл нам здесь пишут что эта ссылка действительно 24 часа то есть вы можете в течение 24 часов зайти и скачать потом она станет неактивной нажимаем левой кнопкой мыши на эту ссылку у нас открывается окошко для сохранения файла если в настройках вашего браузера не установлена опция всегда выздавать запрос на сохранение файла то скачиваемый файл у вас автоматически будет сохранен в папке загрузок а если эта опция установлена что намного удобнее потому что вам тогда не надо будет каждый раз переносить файлы из папки загрузок в нужную папку то мы указываем эту папку в которой будем сохранять наш файл обратите внимание что . должна стоять там где написано сохранить файл нажимаем ok выбираем папку в которую мы будем сохранять этот файл напомню что это папка музыка внутри папки академия 3s team мы находим нашу папку академия 3s team нажимаем открыть левая кнопка нажимаем на папку музыка и опять нажимаем открыть у нас появляется кнопочка сохранить нажимаем на нее мы видим что наш файл скачался хочу вам напомнить о том что на любую музыку размещенную в интернете также точно как и на картинке и на видео есть авторское право то есть у любой музыки есть владелец если вы хотите использовать скачанную музыку для своего личного пользования то есть для себя то вы смело можете качать и с любого сайта не опасаясь за последствия но в том случае если вы хотите свое видео со скачанной музыкой разместить на ютубе или на каком-то другом видео сервисе то вы должны помнить что владелец этой музыки может пожаловаться на нарушение вами авторских прав чем это вам гравит во-первых youtube может прислать вам письмо уведомления о нарушении авторских прав вот как выглядит такое письмо верхней части письма написано что ваше видео может содержать материалы защищенные авторским правом ниже указано название музыкальной композиции и ее правообладатель здесь также может быть написано что ваше видео все еще доступно в каких-то странах или может быть написано что пока ничего с этим делать не надо но отнеситесь к этому письму очень серьезно потому что владелец музыки может на вас пожаловаться в любой момент и его могут заблокировать ваш аккаунт на ютубе поэтому если вы получили такое письмо от youtube очень внимательно прочитайте его до конца и выполните все инструкции о которых говорится в этом письме первое и самое главное что вам нужно сделать это срочно удалить ваше видео с ютуба и заменить в нем музыку вам может быть предложено заменить звуковую дорожку вашим видео на композицию с фонотеки ютуба или же еще один вариант вы можете за небольшие деньги купить музыку на одном из платных сайтов о которых я расскажу вам в следующем уроке еще я хочу вам порекомендовать когда вы будете делать потом ваши следующие авторские видео вы можете использовать для всех ваших роликов одну и ту же музыку как это делаем мы в наших обучающих уроках мы используем музыку из библиотеки программы Camtasia Studio итак мы научились с вами скачивать музыку для своего личного пользования с вами была Татьяна Прокопенко до встречи на следующих уроках